Пока Конституционный суд принимал решение насчет стадиона, перед его зданием проходил протест. Несколько депутатов Блока коммунистов и социалистов требовали, чтобы инстанция не разрешала продажу территории Соединенным Штатам. Участники митинга настаивали, что передача земли – это акт предательства в отношении граждан. Дептатия! 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 Все они напрямую финансируются из-за рубежа. И сегодня попытка того, чтобы расплатиться за эту так называемую доброту, отдать очередной большой кусок земли в центре нашей столицы, депутаты партии ПАС активно лоббируют этот вопрос. Уважаемый суд, докажите, что вы независимы, что национальный интерес превыше всего, что эта страна может противостоять великим державам. Другой протест по этому же поводу провели перед парламентом участники инициативной группы «Стадион является республиканским». Чтобы привлечь внимание депутатов, они играли в бадминтон. Нам больше негде играть. Общественные места, предназначенные для спорта, огоражены проволокой или заборами. Активисты потребовали опубликования всех официальных документов по стадиону и организации публичных консультаций. У горожан есть свое мнение, и они должны участвовать в принятии решений насчет того, что станет со стадионом. Будет ли фракция, партии и действия и солидарность инициировать расследование по делу об отчуждении территории республиканского стадиона, пока неизвестно. Депутат ПДС Дмитрий Алайба с ответом затруднился. Он также отметил, что опубликовать можно не всю документацию, а лишь ту, что разрешает закон. Продолжение следует... Продолжение следует...